Чистая питьевая вода, надежные тепловые сети, благоустройство территорий. Все эти актуальные проблемы не первый год волнуют жителей столицы. На днях глава республики Егор Борисов подписал указ о социально-экономическом развитии Якутска до 2022 года, который как раз и призван повысить качество жизни горожан. Когда завершится строительство водозаборных и водочистных сооружений, мусороперерабатывающего комплекса в городе Якутске, выяснила наш корреспондент. На сегодняшний день процент выполнения работ на водозаборе составляет 31%, но уже к концу сентября должен достичь 55%. Ведется поставка на стройплощадку технологического оборудования для водозаборных и водоочистных сооружений. В связи с изменением курса рубля за последнее время стоимость проекта выросла на 2 миллиарда рублей. Соответственно, здесь менялись технологические работы по фундаменту, по очистным сооружениям. Ну и предлагается провести экспертизу сметной стоимости, чтобы понять, какая все-таки сумма будет окончательная. 2 миллиарда 100 есть источник, это кредит Европейского банка реконструкции и развития. Речь идет об привлечении источников по финансированию оставшейся части. Согласно новому указу о социально-экономическом развитии столицы до 2022 года, в Якутске будет и новый полигон размещения твердых коммунальных отходов. Строительство начнется со следующего года. Производительность полигона составит не менее 150 тысяч тонн в год. Через него планируется пропускать 80% существующих отходов. Весь мусор будет свозиться туда, отсортироваться, полезные фракции извлекаться. Оставшаяся часть будет прессоваться мощными прессами и уже специальными машинами спрессованными увозиться на 26-й километр. Это нам позволит, во-первых, увеличить срок эксплуатации нового полигона, потому что будет мусор прессованный. И плюс мы исключим вероятность загорания несанкционированного полигона, потому что прессованный мусор в безвоздушной среде практически не горит, если нет воздуха. Между тем, в следующем году планируется подключение потребителей к теплоснабжению от Якутской ГРЭС-2. Это повысит энергоэффективность и обеспечит качественное теплоснабжение потребителей. Еще в свое время Михаил Ефимович говорил о том, что у города самая большая проблема даже не водоотведение, не асфальт, а электричество. Город не может развиваться, потому что ГРЭС-1, так назовем, она уже работает в зимние периоды, действительно на пределе возможностей, проблемы с турбинами. Конечно, городу очень важно, чтобы горожане были обеспечены теплом, причем не просто теплом, а качественным и стабильным. Я уверен, что в следующий отопительный сезон мы уже будем заходить, наверное, по другим правилам теплоснабжения. Введение такого объекта – это мощный объект федерального значения на самом-то деле. Действительно, городу Якутску даст возможность развиваться, наверное, более ускоренными темпами. Сегодня в Якутске проживает треть населения республики. И указ о развитии столицы, подписанный главой республики Егором Борисовым, непосредственно будет касаться каждого жителя Якутска. Новый указ станет логическим продолжением предыдущего документа и примером дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия с муниципалитетом для развития инфраструктуры города, столицы республики. Оксана Устинова, Олег Колесов, Владимир Павлов, Иван Семенов, НВК «Саха» Якутск.